«Помни о холере! Не пей сырой воды! Грязная вода и мухи разносят заразу! Не ешь сырых фруктов и без базарной стрепни! Больной человек — источник заразы!» Плакат, между прочим, из Украинской ССР. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Да, в Советском Союзе была крайне на высоком уровне кампания по ликвидации безграмотности. Этот плакат не просто так. Вот в Пскове провели небольшое исследование. 70% псковичей не моют руки после посещения туалета. Да, вы знаете, на самом деле, мы уже как-то раз эту тему поднимали, тема не очень приятная, туалетная все-таки. Но, находясь в общественных туалетах, периодически видишь, да, мужчины после делишек идут мимо раковин, а они сразу идут на выход. Потом они, естественно, все трогают, жмут руки знакомым, обнимаются, едят попкорн в кинотеатре, например. То есть нам вообще-то нужно проводить новую ликвидацию безграмотности. У нас проблема прям вот, я бы так сказал, звездец какая бочная. И вот мне попадается на глаза новость. Это объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантно поданная. Это, конечно, очень востребовано, потому что, ну что, одной википедии невозможно пользоваться. Абсолютно согласен. Там мы сами знаем качество этой информации. Путин говорит, что википедии пользоваться невозможно, нужно на новый уровень выводить наши информационные источники. С кем же это он общается? Какой-то молодой пацан, сидит, краснеет. А это руководитель общества знания. Общество, которое 80 лет назад появилось в Советском Союзе. И вот сейчас молодой парень его возглавляет. Я даже не знал, что он такой молодой. Некоторое время назад прошла новость, что назначили кого-то заниматься популяризацией науки. Но я не обратил на это особого внимания. Мне не было интересно, кто же этим занимается. Теперь мне интересно. Теперь я разобрался. Друзья, чем дальше будем смотреть и обсуждать, тем веселее будет становиться. Заходим на сайт. Казалось бы, Всероссийское общество знания. Надо выводить на новый уровень. На современную цифровую платформу. Понимаете, о чем речь-то шла? Что надо популяризацию науки выводить на современную цифровую платформу, чтобы составить конкуренцию Википедии. Вот общество знания, наверное, делает какой-то такой удобный сайт, чтобы школьники, студенты, учителя, простые жители страны заходили с интересом, смотрели. А где здесь лекции? А где здесь научные статьи? А где здесь что? Здесь перепечатки чужих статей, простите. Здесь перепосты чужих материалов. А что это такое? Студенческая лига знаний. Серия увлекательных викторин. Очень интересная. Увлекательные викторины — это то, что нам нужно в первую очередь. Знания театра. Всероссийский конкурс произведений для театра и на пьесы для старшего школьного возраста. Мне кажется, что общество знания должно все-таки углубиться в науку, а не в вопросы искусства и культуры. Ну, заодно, видите, театром занимаются. Умное кино — проект для начинающих и опытных документалистов. Лига лекторов. Масштабный конкурс для тех, кто хочет стать лектором. Ну и типа вот это основное, чем они занимаются. Ладно, сайт хреновый. А кто же вот этот вот у них руководитель-то? Может быть, он просто в сайтах не разбирается? Максим Древаль. Я не нашел информацию о его каких-то именитых родственниках. Но, может быть, я плохо искал, друзья. Помогите в комментариях. И в целом, каждый ваш комментарий, лайк, репост помогает продвигать информацию. Я убежден, что нашей стране нужны молодые, выдающиеся управленцы. И мне кажется, что этот человек должен заниматься чем угодно, но только не научной сферой в нашей стране. Вот читаем биографию. На сайте Росконгресс. Максим Древаль. Успешный предприниматель. Друзья мои, он предприниматель. Я бы сказал не предприниматель, а именно бизнесмен. Он бизнесмен, он умеет делать бабки. Он не ученый, он не исследователь, он не преподаватель. Лауреат премии предприниматель года до 2018 в номинации образования по версии компании EY. Более 10 лет занимается проектами, связанными с формированием интеллектуального контента и онлайн-образованием. Начинал карьеру менеджером проектов в компаниях Яндекс и Мейл.Ру.Групп. В 2010 году стал сооснователем сервиса по подготовке к ЕГЭ, 100ЕГЭ. Вот это вот его первый проект. 100ЕГЭ. Понимаете уже, да, откуда ветер дует? Все учителя, преподаватели клянут, на чем свет стоит, систему ЕГЭ. Этот человек начинал свою карьеру как раз с подготовки ЕГЭ. То есть это зарабатывание денег на подготовке ЕГЭ. Это такое системное репетиторство. В 2013 году компания превратилась в полноценную онлайн-школу Фоксфорд с сильным преподавательским составом из лучших вузов страны, десятками тысяч учеников от России и зарубежья. В 2014 году компания стала одним из крупнейших образовательных холдингов. Максим Древаль стал соучредителем. В 2016 году Максим Древаль создал L2P Limited, компанию, реализующую проект на стыке киберспорта и образования, обучение желающих повысить свой уровень в онлайн-играх. Он зарабатывал деньги на том, что школьники и студенты учились играть в онлайн-игры. Это то образование, которое нам необходимо, это однозначно. Вот что касается нитологии и таких замечательных разнообразных онлайн-школ, которые учат программированию, скиллбокс, скиллфэктори, нитология, многие другие, хочется задать простой вопрос. Где ваши результаты? Сейчас Россия оказалась в международной изоляции. И выясняется, что нам не хватает миллиона работников в сфере IT. Программистов, тестировщиков, дизайнеров, интернет-маркетологов и так далее. Миллиона. Чем вы все это время занимались? Вы продавали курсы, после которых работу все равно невозможно найти. Ну, то есть какой-то процент людей, я не знаю, какой процент людей трудоустраивается. Ну, ведь, понимаете, учиться в университете, там учат каким-то устаревшим знанием, какой-то там математики, какой-то там философии, то там это много времени теряется. Другое дело курсы. Ты отучился три месяца, и ты готов уже работать в современном рынке труда. Ну и где результаты этого современного рыночного подхода? Ни хрена им так и не удалось. То есть человек, ну, заработал бабки, молодец. На ЕГЭ заработал, на модных интернет-профессиях заработал, на киберспорте заработал. В 2020 году Древаль стал победителем конкурса «Лидер России. Политика». А что это он вдруг в политику-то подался? В рамках конкурсной программы разработал интернет-платформу «Другое дело», которая была запущена в июне 2021-го. Платформа позволяет любому гражданину, зарегистрированному на этом ресурсе, выполнять социально полезные задания, размещенные партнерами проекта, получать за это призовые баллы, обменивать их на различные призы. Делай добрые дела за различные призы. Вот так мы и воспитаем мерзкого потреблята. Потреблята или как это сказать? Помогите мне в комментариях. То есть свой сайт он сделать нормально не может, вот это вот общество знания, хрень собачья. Но когда дело идет о деньгах, тут он рад стараться. Дальше идем. Глава общества знаний Максим Древаль, серийный предприниматель. Он уже стал главой общества знания. И вот у него берут интервью. Вот половина интервью связана с тем, как он зарабатывал деньги именно на киберспорте. Например, в шахматах известно, что компьютер играет лучше любого человека. Да, потому что шахматы решены. И таким образом тренироваться с компьютером понятно как. А здесь есть компьютер, который точно играет лучше, чем любая команда. Точно нет. Сделали искусственный интеллект, который играет в доту. Но вот что он всегда обыгрывал, такого нет. Короче говоря, бред сивой кобылы. Все, что они тут обсуждают, ну вот можете посмотреть, кому интересно. И потом они рассуждают, как они будут развивать российское образование, популяризировать науку. Следующая статейка меня заинтересовала одним моментом. Просветительской работой в регионах о формировании интеллектуального контента российского общества займется 29-летний сооснователь нитология групп. Здесь приводится цитата. В университет парень поступил, позже перевелся в высшую школу экономики. То есть из МГУ перевелся в высшую школу экономики. Понимаете уровень мышления, да? Ему не захотелось изучать мехматовские дисциплины. Ему захотелось зашибать бабки, поэтому он перевелся в высшую школу экономики. На втором курсе вовсе бросил учебу, когда позвали работать менеджером проектов в Яндекс. У него, ну, я может быть что-то не так понимаю, но у него вроде бы высшего образования нету, бросил учебу. Вообще не сомневался. Мехмат научил думать. В вышке было интересно, но я понимал, что value, ценность примечания редакции, который я получу в обмен на вложенные ресурсы в Яндексе, на порядок выше. Value, value гораздо важнее. А меня заинтересовало, что там у него за интервью такое интересное. Esquire, 12 апостолов. Максим Древаль, 28 лет. Вот та самая цитата. Вообще не сомневался. Мехмат научил думать. В вышке было интересно, но я понимал, что value, который я получу в обмен на вложенные ресурсы в Яндексе, на порядок выше. Value, эффективность, развитие. Термины стартаперов в трактовке Максима превращаются почти в философские концепции. Бизнес – азартная штука. Хотя, конечно, больше не про азарт, а про сложность. Про риски. Это все связано. Для меня бизнес – это развитие. Развитие возможно. Только если ты вышел из зоны комфорта и поставил очень амбициозную цель. Мне интересно делать то, что способно дать созидательное удовлетворение. Это может быть технология, сервис, эмоции. И главное, чтобы было нужно многим. Политика лет через 10 проходит полтора года. И он в омут с головой бросается в политику. Хотя, я не знаю, его спрашивали об этом, не спрашивали. С чего вдруг 28-летний пацан решает, что ему надо двигаться в политику, если он предприниматель, бизнесмен, без высшего образования. У российской политики есть специфика. Наверное, он имеет в виду коррупцию или административное давление, или что. Как и у любой другой. Но я готов работать в тех условиях, которые есть. Только что он говорил про развитие, что надо развивать. А теперь говорит, а мне достаточно тех условий, которые есть. Мы систему менять не хотим. Не хочу обещать поднять кому-то зарплату или пенсии. Это популизм. За такими лозунгами ничего нет. То есть, если вам обещают зарплату и лозунг, и пенсию, это простая болтовня. Чем же надо заниматься? Жалеть людей контрпродуктивно. Им нужно давать не поблажки, а инструменты для развития. Иди, бабушка, 70 лет, иди работай. Инструменты для развития тебе дадим. Политику тоже можно оптимизировать. Эффективнее тратить бюджеты, например. А, эффективнее тратить бюджеты. Ну давайте посмотрим. Вот в процессе поиска его биографии я наткнулся, например, вот на этот замечательный сайт. Максим Алексеевич Древаль, родился 6 июля 91-го года в Кемерово. Это сайт «Страна индустрии». Авторская программа Михаила Струпинского «Экспертный взгляд на бизнес будущего». И здесь очень подчеркивается. Три миллиона уникальных зрителей на Ютубе. Восемь миллионов просмотров на Ютубе. Ну дай, думаю, гляну, что за канал такой на Ютубе. Причем нажать на эти ссылки невозможно. Ютуб-канал не открывается. Ну хорошо, открываем «Страна индустрия». Вот, достаточно прилично видосы набирают просмотры. 14 тысяч просмотров, но это свеженькие, они просто не успели набрать, это понятно. 40 тысяч просмотров, 85 тысяч просмотров, а дальше больше. 174 тысячи просмотров. 229 тысяч просмотров. 97 тысяч просмотров. Серьезные разговоры с экспертами. Вот этот самый Максим Древаль о просвещении и образовании. 229 тысяч просмотров. Обалдеть. Отличный результат. Молодцы, молодцы. Давайте посмотрим. Вот сами ролики, вот как они сделаны. Михаил Петров от цифровизации органов власти. 102 тысячи просмотров, 326 лайков. Знаете, что это значит? В среднем на видеоролике на Ютубе. Число лайков в 10 раз меньше, чем число просмотров. Если здесь 100 тысяч просмотров, должно быть 10 тысяч лайков. Комментариев еще в 10 раз меньше. Примерно 1000 комментариев. Смотрим, что у них тут с комментариями. 19 комментариев. А что за комментарии? Мазь Коротково. ЦФ только для богатых. Ничего не поняла. Твердый знак. ГШ. М. ПА. Два. Б. Троеточие. Пять. У. 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 Ю. 60. 13. 579. М. К. Далеко не всем нужна цифровая трансформация. О. Полный тезка. Простите, это комментарии под видео со 102 тысячами просмотров? Нет. Кто-то закупил просмотры. Накрученные просмотры. Кто-то вкладывает бабки в какие-то сайты, в ютуб-каналы, которые нахрен никому не нужны, которые никто не смотрит. Сергей Донской. 157 тысяч просмотров. Сколько комментариев? 21 комментарий. Б. Надею. Б. Ц. Мелодрама. Деревенская бедняжка. Деревенская бедняжка. Накручена. Александра Сухарева. 184 тысячи просмотров. 25 комментариев. Главное, чтобы при власти не продавали свою душу. Очень интересно. Опять же, это вообще какой-то язык, подскажите. Это татарский или казахский? Ну, а что мы зациклились на этом странном канале? Вот то, что нас интересует. Российское общество знания. Как там сказал Путин? Это объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливая. Глубокая информация, поданная, талантливая, это то, что нам нужно как воздух. 12 с половиной тысяч подписчиков. Российское общество знания. 12 с половиной тысяч подписчиков. И тут внезапно 7 миллионов 750 тысяч просмотров. У меня, знаете, у меня на самом успешном ролике просмотров меньше. Что-то там 5 миллионов. Это когда был локдаун, первый коронавирус. Все заинтересовались, что происходит. Посмотрели ролик. Елена Шмелева, одна из предводительниц Единой России, на выборах прошедших, набрала 7 миллионов просмотров. Давайте посмотрим, что это за видео такое. Видео сделано красиво, деньги вложены. Ну, сколько этот продакшн стоил? Ну, 1300. Отдали за ролик. На 7 миллионов просмотров 1200 лайков. Ну, вот давайте, чтобы не быть голословным, я открою свой канал, и мы вот откроем то самое мое, самое массовое видео, чтобы вы просто имели возможность ориентироваться, вы имели возможность ориентироваться, как вообще проверять. Вот оно, академик Путину в лицо. Так, почти 6 миллионов просмотров, 267 тысяч лайков. 267. То есть по математике, а стандартной ютубовской, здесь должно быть примерно 6 миллионов просмотров, значит 600 тысяч лайков. Ну, здесь получилось в два раза меньше. Не 600, а 300 тысяч лайков. 300 тысяч. То есть в 10, в 20 раз меньше должно быть лайков, чем просмотров. Здесь 7 миллионов просмотров, 7 миллионов просмотров, 1200 лайков. Просмотры накрученные. Комментариев сколько? 435. Ну, слава богу, хотя бы комментарии накрутили грамотно. Но все комментарии одинаковые. Спасибо, отлично, спасибо, очень хорошо, спасибо, не пожалела, спасибо, очень достойно, всех благ. Никто не задает никаких вопросов, никто не оппонирует, не выражает какие-то там неточности. Короче, встречаются с Путиным, делают карьеру, пацана назначат каким-нибудь министром образования или министром просвещения, он намоет бабок, ведь он бизнесмен. Он не преподаватель, у него, как я понимаю, высшего образования нету. Поверьте, его еще назначат главой Рособранадзора или главой Минпросвета или главой Минобра. Суверенитет, Россия, Путин, победим. В скобочках сомневаюсь. С такой системой, с такими кадрами мы точно не победим. Высказывайтесь, ставьте лайки, помогайте распространять ролик. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok